Северный Казахстан находится в красной зоне, но количество заболевших снижается с каждым днём. И среди пациентов всё больше бессимптомных, меньше становится тяжёлых больных. На этом фоне сегодня власти пообещали существенно ослабить карантин в середине декабря. Официальная статистика уже почти неделю успокаивает североказахстанцев. Раньше регистрировали по 120 новых больных, теперь почти на треть меньше. А за последние сутки у нас 75 случаев коронавируса, 38 из них бессимптомные. Основная часть заболевших в Петропавловске, а по районам лидируют Таиншинский и Есильский. Число тяжёлых больных, тех, кто нуждается в аппаратах ИВЛ, как утверждают власти, не увеличивается. Массовых заражений в коллективах нет. Исходя из текущей эпидситуации, к середине декабря мы планируем снять локдаун, выходные и праздничные дни, а также существенно ослабить ограничительные меры в областном центре. Ещё одна хорошая новость, которую сегодня узнали жители региона, во время пандемии удалось сохранить экономику области. Аким Аксакалов сообщил, что по итогам 10 месяцев Северный Казахстан даже вошёл в число лидеров по развитию. Более того, мы вышли на пятое место в стране по темпам роста зарплаты. Позитива добавляет и то, что в регионе уже начали готовиться к Новому году. Праздник, правда, будет с оглядкой на коронавирус. Без ледовых городков, горок и катков. Нам нужно избегать массового скопления, тесного контакта и так далее. Хотя это даже и на улице. Но нам эпидемиологи как раз-таки и рекомендуют этого не делать. Поэтому, к сожалению, в этом году мы пока вынуждены не строить эти горки и катки. А всё остальное, оформление городское, мы будем производить. Но в год не отменяется. Изменить ситуацию к лучшему, по словам властей, удалось благодаря жёстким карантинным мерам и тому, что жители отнеслись к ним с пониманием. Обещанные послабления в регионе обещают с оговоркой. Они будут, если ситуация и дальше продолжит улучшаться.